Ну и конечно же, как мы можем приехать в Ордемли и не заехать в свой любимый Белли-Ди-Е. Мы снова в Белли-Ди-Е. Мераба. Нехватка. 36,2. У меня норма, у тебя нехватка. Серить будешь сразу? Сюда поставь. Как? А, ну вот, ксерокопить давай. Что ты в итоге будешь брать? Ну вот тут магазин, собственно, которые мы уже были, которые очень вкусные. Это вон то, да? Угу. Еще что? Там вон нефть лежит в углу. Нефть очень вкусно было? Нет, пожалуй, нет. Вот эти эклеры мы не брали, эклеры кто-то нахваливал в комментариях очень сильно. Да? Да. Да. Мол, я не когда? А, маленькая, знаешь, а это полкореллеры. Может они с чем-то отличаются вот с этим? Размер. Да? Да. Ну, смотри. Ага. Там еще печенюшков можно взять вон каких-то. На той стороне, да? Еще пахлава есть. Да. Ну что, давай набирай туда. Давай. Обещала, выполняй. Да. Ты какой себе выбираешь? Я любой, я эклер хочу, а остальное, что будет? Тебе один эклер. Нет, не один, а много эклеров. Если ты спросил, я тебя. Что, снимать, как ты будешь выбирать? Да, я, наверное. Ну, давай, выберешь, потом покажу. Тортики здесь красивые, 95 лир, 50, 80, 50, 60, 45 лир. Банановым соусом и какао. Ну, мы, наверное, что, выбрали, да? Пойдем еще пахлаву возьмем. А тортик какой красивый, 50. Но мы его точно не довезем. Эти мы, может быть, довезем, а вот эти не довезем. Ну, пойдем тогда пахлаву посмотрим. Так, где и заказали, то, кому понравилось. Плюс еще пахлава. Класс. Кексы надо. Баклава, смотри, разная. Такая, такая, такая. Вкусная, наверное. А вот ниточки тоже есть. Давай, у меня. Там еще за углом есть, смотри, вон туда. А, не такие же. То есть такая, полная. Овощи. Овощи? Сто pine. 360. Ну, это 35. Вкусно. Добрый вопрос. 11, да? Мы headline. До этого. 200 грамов. analyze. 200 сЧ-ком. 200 грамов. 200 грамов multitую edit. Cela? На цель может сделать поводит. вот такие зелененькие печеньки не хочется попробовать вот тут вещь и киргам я и ангелы всего оля заказала у них коробочки он такие модные там есть сейчас нам какие-то коробочки все это сложно хозяин показывает на птичек который гуляет под дверью перед входом в этот магазин так мы вот таких штучек только не только только зелененьких до заказали остальных больше ничего не заказываю но как-нибудь повод будет еще за этими штучками плите сколько вкусняшек здесь который мы прошлом по плаву брали она не дала мы пробовали 4 пакета теперь у нас этого как магазинчика все это теперь будет у нас на макбанке приходите смотрите ссылка на макбанк канал прилагает все констовары купили сладости купили теперь идем по мостику вот такому сухая речка куча пальм и мы идем на рынок получается отбили диет через мостик мы попадаем на рынок со своей тележонкой жара невыносимая я себе очки купила вот такая модель очков но что хочу сказать дешевые зато защищают глаза других я тут не находила не видела вот пойдет на первое время я так считаю лучше чем совсем без ничего щурится не приходится на солнышке когда идешь такие у нас дела мы ходим тут гуляем сейчас рынок овощи фрукты купим и поедем уже домой нашли мы кожника кстати там где по страховку по страховке нас отправили аж в город тарсус если за наличные то 2 270 лир просят здесь мы нашли прям напротив этого налоговой инспекции и прием кожника кожного доктора дерматолога составляет 100 лир завтра привезем ребенка покажем посмотрим что нам скажут такие у нас дела а мы уже пока болтали с вами пришли на рынок вот такой у нас рынок одеваем маску здесь на рынке всего одна . рыба вот лаврак дорада по 50 лир мы в прошлый раз спрашивали здесь есть постельное белье лишь одеялки покрывалки надо нам такой прикольный утром был салатик на как будто инжиром вот смотри покрывалка детская диван покрывать нормалек баня когда бо и кики силик бельки силик это я так понимаю типа одеяло у них да не покрывал а короче сколько она 60 до сказала и 80 на двоих а а а а а а Это сколько? Это 80 лиры. Баттал. 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 Нормально это 80 лир. Это 80 лир. Как тебе такой расцветка? Одна осталась. 200 на 220 лир. 2 на 220 лир. Ага. Ики икиирме. Абу? Бирбича икиирме. Бирбичик икиирме. Икиирме. Полтора на 220 лир. Это 200 на 220 лир. Ты просто покрывал сверху? Да? Нет? Сверху. Вот, видишь? Может быть мы, конечно, невнимательные, но свеклама в Турции видим первый раз. Секис. 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 Биркило. 8. 8 свекла, 8 шпинат. Пойдем? Морковка неплохая, да? Редисточка маленькая. Ну, редисточка мелкая, да. Я не люблю, когда ценники не написаны. Когда ценники написаны, уже понимаешь, мне это надо или мне это не надо. Правильно? А когда ценники не написаны, вот стой и мучай продавца. Все спроси, а потом уходи, да? Соты прям, смотри, продают. Мед. Такой у нас рыночек, он небольшой, но здесь есть все, что хотите. Кабачки, вот такие маленькие. Красивенькие. По 5 лир. Виноград. Инжир не когда? Ирми? Кило и 20 лир. Пока не хочу я такой инжир дорогой. А тут что-то кучек торгашей нету, куда-то делись. Почему-то здесь нет торгашей. Да? Продали уже. Да? Продали уже. Понятно. Вон в том углу почему-то дешевые продают эти болгарские и баклажаны. А надо? Можно и не брать, у нас есть. Пожан есть. Да. Чеснок есть. Персики по 7 лир. Вот красивые, да, персики нет? По 8 лир. По 8 лир. Лук, картошка, как я люблю крупная. Груши, как ты не любишь мелкие. Да. Да. Ему что-то варить. Тоже по семерке. Тот наш дедок, который на нашем ручке стоит. Ну да. Почем? Вот по два с половиной помидорчики. День пуль, картошка, как и другие. Продал мне. Молодец. Пельс. Коледник. Пельс. 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 а вот это базилик твой любимый йог морковка здесь мелкая мы тогда брали морковку здесь новая трава какая-то название не знаем отдельно рынок почти ничего не купили так прошлись вот сележка вот оля еще двумя пакетиками вот а так почти ничего не купили виноград зелень перцы помидоры что там еще кабачки свеклу нашли представляете себе обалдеть ну в общем сейчас если вспомним домой дойдем разложим по ценам чё сколько нам обошлось на рынке неудобно снимать много народу руки заняты поэтому все дома мы опять маршрутки поставили нашу тележонку в которой почти ничего не купили у алексей еще в рюкзаке овощи я еще вот так еду едем уже домой к детям сейчас будем фруктово-сладкого и мукбанг снимать итак друзья вот такое огромное количество овощей и фруктов мы купили сейчас я расскажу по ценам но я не помню конкретно с нас сколько брали там же не ровно килограмм да у нас был вот например вот эти перчики стоят три с половиной лиры за килограмм вот такие замечательные хорошие перчики выбор был не очень хороший нужно было прям вот каждый перчик со всех сторон проверять и выбирать но у меня это получилось неплохо посмотрите вот такие замечательные перцы в итоге по три с половиной лиры в других местах такие перцы стоили по 5 лир но я решила вот немножко подешевле купить но они идеальные чтобы идеальные выбрать нужно было потратить на это время я не пожалела времени потратила первый раз увидели в турции свеклу здесь она стоит недешево хотя сказали что в россии она тоже мега сильно увеличилась в цене здесь она получается 8 лир за килограмм кто хочет знать сколько это в рублях грубо умножайте на 9 потому что курс сейчас примерно 8 из 7 8 и 9 8 примерно ну короче до 9 лир доходит сейчас курс получается 8 на 9 72 рубля свекла трижды 9 27 еще половиночка 31 рубль вот такие болгарские перцы морковка у нас стоит 4 лиры тоже выбор здесь морковка вся очень очень мелко вот что такую крупную найти это вот надо по рынку походить постараться поискать мы купили килограмм с копейками в общем один килограмм стоит 4 лиры так вот такая клубника клубника была всего в трех местах в двух местах она была вот такого же размера и стоила 20 лир а в одном месте она была размером как земляника и стоило 15 лир мы взяли вот эту за 17 лир здесь получился ровный килограмм так это икра икра все что на пакетах написано игра это сладости то что мы купили будем мукбан для вас снимать шефтали это персики персики мы купили вот такие вот красивые замечательные 7 лир за килограмм вот такие молоденькие красивенькие малюсенькие кабачки 4 лиры за килограмм такие вот цены дальше у нас наконец-то мы нашли кориандр в зернах я его сама у меня есть кофемолка перемолю переберу вот здесь палочки есть кориандр стоит за килограмм 40 лир вот этот виноград мы в количестве половина 500 грамм полкило купили он очень вкусный но с косточками типа знаете как раньше в узбекистане мы покупали дамский пальчик вот такой вот виноград стоит 8 лир за килограмм а вот такой виноград стоит 6 лир за килограмм он тоже вкусный но помельче размером он тоже сладкий вот такой виноград короче 6 лир это же косточки есть огурчики вот такие изящные красивые министер ненькие 5 лир за килограмм купила такие я все-таки перчики острые вот такие буду снимать для вас рецепт галина иванченко вам огромный привет вы просили рецепт я нашла купила здесь буквально 650 грамм мне на рецепт хватит дальше конечно же здесь рай для любителей шпината я прямо так пакет порву прошлый раз у нас шпинат задохнулся чуть-чуть частично мы купили полтора килограмма шпината вот такого замечательного красивого свежего посмотрите и за килограмм шпинат стоит килограмм шпината стоит 5 лир дальше самая дорогой фрукт здесь в турции это инжир инжир за килограмм стоит 20 лир но алексей его так любит я говорю слушай но совесть имеет 20 лир даже клубника 17 лет он говорит ну хоть чуть-чуть вот мы чуть-чуть и купили ему вот он так любит инжир прям с ума от него сходят вот чуть-чуть ему и купили так лимончики у нас за килограмм 6 лир ну собственно все все купили помидорчики помидорчики вот я почему говорю алексею надо сначала ходить по базару а потом покупать помидоры мы купили по 2 с половиной лиры вот такие замечательные хорошие помидоры но когда прошлись потом по по рынку где-то в трех-четырех местах точно такие же помидоры были по 2 лиры ну ладно переплатили немного купили мы в итоге 5 килограмм помидоров вот такие покупки что касается сладости сейчас я вам тоже покажу ребят помогите опустить фрукты овощи и открыть сладости что касается сладости значит смотрите вот такое пирожное в прошлый раз нам очень сильно понравилось вот такая одна порция стоит семь с половиной лиры это магазин икра это не реклама это мы делимся своим опытом и делимся тем что нам самим нравится здесь у нас эклеры кто-то из зрителей писал алексею что ой какие-то вкусные эклеры и мы просто не могли пройти мимо поэтому купили 4 эклерчика здесь у нас полюбившиеся нам давно с алексеем дети у нас еще ни разу не пробовали а мы с алексеем такие обожаем булочки вот такие с какой-то темной начинкой дальше вот эти коробочки тоже откроем давайте сейчас будем или потом будем у вас всегда готовы вы еще сбоку они закрыли просто рвить скотч а вот эти два и смотрите они в чем-то все-таки превратились вот эти рожные да нам в прошлый раз очень понравились сверху они были с такими беленькими разводами и мы купили два пирожных таких чтобы снять уже с детьми мог банк вот дальше они с ножницами открывают медленнее чем я без ножниц значит вот такие волосики мы купили за килограмм 60 лир такие турецкие волосы ну смысле волосы из теста турецкое блюдо а сверху орехи что ли что такое дальше вот такая сегодня пахлава у нас 35 лир за килограмм и вот такая пахлава у нас тоже 35 лир за килограмм это все мы будем снимать с этим всем мы будем снимать мог банк это у нас печенки зеленые алексею захотелось попробовать тоже 35 лир за килограмм все это в кондитерстве которую мы ходим довольно часто нам нравится мы любим так а здесь чего я показала это и клярчики дальше мы были еще в концтоварах а еще и себя очки купила дешевые но главное что глазкам комфортно и хорошо вот такие очки значит 20 лир вот и в концтоварах мы купили следующие товары значит смотрите вот эти два ластика нам дали в подарок он хотел дать один ластик в подарок а я говорю а у нас два сына он стал смеяться я говорю одному 15 другому 9 и он дал нам два ластика это подарок значит вот эти карандаши стоят полторы лиры он нам почитал их по 1 лире потому что мы много покупали у него тетради вот эти 60 листовые 60 листов стоимость одной тетради 3 лиры вот такая тетрадь большая в клеточку тоже стоимость 5 лир дальше вот такой стаканчик не проливай к стоимость 5 лир мы купили два карандаша олегу 2 карандаша миши мишины тетрадки количество листов здесь 40 и стоимость 2 лиры каждая тетрадь тоже в клеточку для математики взяли 3 тетради вот такие миши взяли и 3 тетради 60 листовые олегу взяли по 2 лиры вот такие тетрадки миша очень хотел рисовать попросил нас альбом для рисования мы купили ему карандаши карандаши поскольку я так поняла со слов алексея здесь мега дорогое дерево карандаши поэтому здесь стоят вот эта упаковка из 12 карандашей аж целых 20 лир представляете почти 200 рублей пачка карандашей для нас это конечно дорого потому что мы привыкли в россию покупать ну не более 100 рублей а здесь получается почти 200 значит это в подарок я вам уже говорила и вот такие альбомы вот такой альбом просто белые листы и они очень-очень тоненькие эти листочки вот такой альбом для миша не купили он хотел рисовать мы ему купили альбом краски моему до этого покупали такой альбом здесь сколько 60 листов и стоит он тоже 5 лир а вот этот альбом прям дорогой смотрите здесь листы побольше чем у этого видно здесь листы побольше и этот альбом стоит 15 лир тоже беленькие листочки вот такие и здесь листов количество листов 32 листа вот такие покупки мы в констовары сделали общая сумма у нас получилось 70 лир плюс вот этот подарочек нам дали так в этом как называется в кондитерском магазине мы общая сумма сначала мы отдали 65 но нам забыли эклеры положить потом еще на 6 лир эклеры и того у нас получилось 71 лир а в кондитерке мы отдали и на рынке на рынке я не подскажу надо считать да лишь методом оставшихся денег посчитаем потому что я уже например не вспомню я вот помню что 7 лир стоят персики а сколько с нас взяли конечно здесь не один килограмм а там кило триста где-то кило семьсот все везде вот такие неровные цены поэтому я не могу вспомнить сколько отдавали за тот или иной пакет с овощами и фруктами поэтому методом количество оставшихся денег мы посмотрим и запишем мы хотели с 1 августа фиксировать количество стоимость вообще сколько мы тратим денег и поэтому методом оставшихся денежных средств наличных высчитаем сколько мы потратили сегодня на рынке вот такие покупки мы совершили в следующий раз надо прям брать лёш в отдельный кошелек или кармашек ложись например там 300 лир и вот методом тоже оставшихся денег потом считать сколько осталось до изначально сколько у нас денег было до с копейками все знаешь ну все тогда сейчас посчитаем легко вот друзья если видео вам понравилось ставьте обязательно пальчики вверх подписывайтесь на канал нажимайте на колокольчик чтобы вам сообщали о наших новых видео пишите комментарии нам очень приятно с вами общаться это мотивирует снимать для вас еще больше интересных влогов всем спасибо за просмотр всем пока пока приходите еще увидимся снова